Шахтерск В ночный день я вглядывался в лица прохожих, пытаясь узнать знакомое, и не находил. Это другие люди. Но для меня эти улицы полны родных лиц. Мама, друзья, соседи, знакомые девочки и ребята в пионерских галстуках, призраки 70-х. Все, кого здесь уже нет, и те, кто ушел навсегда. Они остались в моей памяти. Все, кого знал и любил. У нас было самое счастливое время. Вы знаете, я даже и передать ему, хоть я училась в другом городе потом, в Артемовске, но Шахтерск – это моя страна, естественно. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнял. С чего начинается Родина? Болото было. Это самое. Мы еще ходили дать камыш, собирали все. Потом начались строительства. Вот когда построили здесь домики, вот это мы попали сюда в это время. Мне было 7 лет как раз там. Я обожала свой город, я обожала свой дом. Я до такой степени, я его сейчас люблю до ужаса, понимаете как. Естественно, что мне даже в мыслях, я не могла никуда ехать здесь. Отдыхать не любила отдыхать, потому что мне нравилось отдыхать здесь. И воздух мне здесь нравился, все мне нравилось. И я с удовольствием вспоминаю свои детские годы, пионерские годы советскую власть эту. Я бы ее вернула 10-12 раз еще назад. За свою жизнь я часто слышал хулу в адрес советских времен и приклятых коммунистов. А сколько патетических слез и возмущений по поводу войны в Афганистане. Рвут на себе рубашки сердобольные плакальщики, думающие, что это они победили тирана Иосифа Сталина. А вот в буквальном смысле чертова дюжина воин постсоветского периода почему-то никого не трогает. Нет пламенных возмущений, нет борцов за кровь и слезы детей. Может, хватит проклятий страшным советским вождям? Их нет давно. Остались только имена. Не пора ли взглянуть на самих себя? Увидеть плоды собственных деяний? Вот они здесь и сейчас. Смотрите, слушайте. Начали стрелять. Соседи начали у меня на первый этаж сбегаться. Потому что первый этаж как бы защищенный получился. Вот. И началась война. Вот здесь вся сторона огонь. Огонь и черный дым. Все было объято. Поэтому мы, собственно, думали, что нашей улицы вообще нет. Стреляла украинская армия с 20-й и с Постникова. Было на Постниково наступление. Они стреляли в сторону Кирова. Может быть, они хотели попасть туда, в штаб. Но они попадали почему-то по домам. Я зашел в квартиру. Здесь кухня. У меня стекол нет. На балконе стекла повылетали. Во всех спальнях повылетало. Все. Такого живого ничего не было. Здесь вынесло все. И холодильники, и вон, перестенки, стены побило. Ну, самое страшное. Вот здесь стреляла, здесь оттуда стреляла. Вот снаряды там сказали, что наша этажка. А у нас вот минометы шут. Два раза я попадала под минометы. Раз под аптекой. Встала, думаю, ну, куда будет лететь. Туда уже будет лететь. Я сам родом Смельницкой области. Три дня мы просидели в подвале. 59-й дом. Улица Ленина. С грудными детками, с бабушками. Такой вот день, говорю, вот просто, не знаю, чуйка, не чуйка. Сумасшедший, это не то слово. Посидел, не посидел. Но что-то в душе все равно, как говорится. Все говорят, кто пережил этот промежуток, говорит, постарел очень конкретно. Дома все погорели. Соседу порвало нашему пузо, оторвало кисть руки, его выволокли. Он так и умер под калиткой никому не нужный. Вот говорят, ад. Но это был этот самый, это был кромешный ад. Понимаете, у меня лично, у меня неделя была после того истерика. Звонили мне родственники, например, в Западной Украине, там у меня сын, все. Спрашивают, как, что. Я говорю, начали объяснять, они мне не верили, что у нас здесь самолеты летают, что у нас бомбят, что стреляют, мины летают. В общем, что можно человеку ответить? Я ему сказала, что, говорю, видел, как в Югославии бомбили? Бомбят точно так же и есть. Вот, как говорят террористы, они убивают, стреляют. Никогда они сами на себя не стреляют, на людей наших не стреляют. И не верьте всему, что говорит украинское телевидение. Я почему-то думала, что люди умные, что язык может, как говорится, договориться с системой. Думала, что будут просто разговоры, переговоры. Я никогда не думала, что начнется бомбежка. Мне мама рассказывала войну, вот как было. И получается, все такое же получается, что сейчас происходит. А если это не геноцид, когда убивают детей, бомбят, извините, школу, садики. Что они вам сделали, дети? Старики, что вам сделали? Вот у меня и мама умерла, и свекрова умерла, вот они пережили эту войну. Мне жутко. Вот представляете, если мы встали, вот это все увидели бы. Мне кажется, они опять были туда. Что именно в такое время, в современной, дожить до такого. Слушая откровения людей, переживших войну, я испытал гордость за своих земляков. Люди столько натерпелись, потеряли жилье, имущество, близких. Но никто не жаловался, не ныл. И я не увидел у этих людей ненависти совсем. В советское время нас учили гордиться своим народом. Теперь я горжусь. У меня нет ненависти ни Западной Украины, ни Центральной. Я была и там, люди там разговаривали, мы с Донбасса приезжали, с нами разговаривали. Нормально все, кто на русском, кто на украинском. Никогда никакого дележа не было. Но сейчас, когда вот это все произошло, мне жалко и те, что погибли здесь. И жалко погибли, которых оттуда прислали. Я считаю, что их гнали, как скот сюда гнали, просто пригнали. И они ничего от этого не поимели, правильно? Поимел тот, кто послал. И я ненавижу только вот эту вот, действительно, как их назвать, ну, власть. Что они не хотят обернуться к людям, вот, к лицу. Мы-то что просили? Господи, мы просили минимальная, чтобы просто была автономия. Чтобы мы могли сами распоряжаться своими. Никто ведь не пытался уйти с Украины. Я думаю, что большинство такие, что в Украине быть, правильно же это самое? Но мне мнение поменялось, почему? После вот этих всех этих безобразий, понимаете как? Я люблю Украину, честно говоря, я люблю ее тоже, это самое. Ну, я бы не хотела быть под начальством этого правительства, которое сейчас есть. У нас на Донбассе всякой народности было очень много, и мы всегда были друг к другу, плечо к плечу. Нас так учили. Мы жили вместе, мы хотели добра. Мы строили как могли. Каждый по-своему работал, и что мог, влаживал в эту страну. А теперь нас просто берут и уничтожают, и разъединяют. Не надо говорить, что там Россия нас к этому подталкивает. Не Россия начала это все, а наши верхние эшелоны. Они такую пропаганду провели, что сейчас, мне кажется, такое впечатление, что нас ненавидят, нас ненавидят Донбасс на Украине. Что вот мы такие плохие. Сейчас у меня, наверное, на уничтожение людей идет просто. Что мы здесь лишние, что нас надо уничтожить. Знаете, как в анекдоте, получается, мы сами себя бомбим, мы сами себя разрушаем, а почему-то они нас идут освобождать. Но почему-то, где их освободительные действия, как они выявляются, мы не понимаем. Только нас долбят, только нас это самое ругают, такие мыстякие. Вот мы уничтожаем своих детей, мы уничтожаем свои дома. Вот мне нужно было взять и уничтожить свой дом, чтобы им была эта самая. Корреспонденты еще тут тоже. У меня у детей вот здесь девятьэтажки, разбомбили квартиру. Они остались без жилья. И как я могу к ним относиться? К этим извергам и родам. У нас, вот такие у меня внучу, говорят, бабушка, моя кроватка сгорела, и мамина кроватка сгорела, и квартира у нас сгорела. И он говорит, бабушка, когда будет мир, когда дядьки плохие перестанут стрелять? Дети, господи, там 4-5 лет, да, вопрос задают, что вы хотели бы дедушке Мороза? Что раньше дети хотели дедушке Мороза? Там подарки, машинку, а сейчас, чтобы нас не бомбили, понимаете? Чтобы нас не бомбили, это уму непостижимо. У детей нету другое, это с овоих вопросов. Если такое творят, разве это не фашизм? Нормальные люди, обыкновенные, такого бы не делали. Это только фашисты такое делают. Украина давала, какие новости? Сепаратисты, террористы, русских тут полно, почему-то которых мы не видели, вы понимаете, как здесь полно было русских. Покажите хотя бы один день, покажите правду, что происходит здесь у нас, на Донбассе. Один день. И я скажу, мнений поменяется очень много. Нас не бомбите, и все, оставьте нас в покое. Хотя бы вот это показали бы, и Англия бы меняла бы мнение, та же самая Берега поменяла бы мнение, так же поменяли бы все, но этого не показывают. Они кричат за единую Украину. Какая может быть единая Украина, когда столько пролито крови, сколько убито людей? Как можно быть единой Украиной, если они убивают без зазрения совести, и даже об этом у них нет никакого сожаления и раскаяния в том, что они делают? Может быть, виноваты и обе стороны. Но то, что сейчас делает Порошенко, я оценю, это ненормально. Людей, вот даже взять эту 20-ю, сколько лежачих людей, сколько прикованных к постелям, им есть нечего, потому что они не могут встать, сделать выехать себе бетипенсии. Как можно бросить народ? Конечно, тяжело очень будет, но мне кажется, все, оно придет в норму. Не сразу. Не сразу. Я вам, знаете, хочу сказать, вот когда мы остались здесь сами, да, вот в военное время, когда людей вывезли, когда мы были сами, люди делились куском хлеба. Надо подождать. Начнут работать, рабочие начнут налоги платить. А в бюджет пойдут налоги, значит, уже и нам пенсия пойдет. Потому что мы пенсионеры, как то, что заработают люди. Все будет хорошо, ничего бояться нельзя. Для этого просто надо быть как оптимистом, относиться к людям все дружески, помогать и просто продолжать жить. И не готовиться на кладбище, как некоторые, там еще что-то думать будет. Я считаю, что так должно быть. Все будет хорошо. Все придет на свои круги. Кому надо свое получат. Люди все равно будут жить, и все будет хорошо. И мы хотим для всех мира и добра. Чтобы нашим детям не досталось того, что мы сейчас переживаем. Мы боимся за своих детей. Нам очень тяжело перенести и объяснить ребенку 2-3 года. А он говорит, мам, бабушка, бомбить не будут. Как можно пережить это все? Странное чувство испытываешь, возвращаясь в родной город после войны. Как будто стоишь у постели изнасилованной матери. А раньше, при виде развалин, я задыхался от возмущения. Как это возможно в 21 веке? В шахтерске на развалинах меня душили слезы. Теперь я точно знаю, с чего начинается родина. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облаком, ты полети к родному дому. Отцу к родному дому.